13 августа 1937 года был арестован мой отец Илья Женсугуров. И все находящиеся в доме, в его кабинете, книги, рукописи были изъяты работниками НКВД. И потом нам говорили, что они были уничтожены. А на веранде в желтом шкафу сохранилась часть архива Ильяса Женсугурова, потом еще кое-какие вещи его. И вот эта часть архива, которая была в желтом шкафу на веранде, моя мама передала на хранение своему двоюродному брату Усману Джукбаеву. И он все эти годы, вплоть до возвращения нашего из Мерке, хранил у себя. Потом передал маме. Хранил у себя в сарае. А вот та часть, которая была арестована, увезена, конечно, моя мама не знала о судьбе. Мне позвонила Бежамала Рамазанова, она была начальником архивного управления, начальником архивного управления Казахстана. И сообщила мне, что нашелся архив Ильяса. И когда я пришла в архив, они мне рассказали, что архив нашелся в Алма-Ате. В архиве проживал, оказывается, следователь по делу Ильяса. Его фамилия была Голубятников, но, к сожалению, я могу и перепутать. Но так у меня в памяти осталась фамилия Голубятников. Он, как следователь по делу Ильяса, после ареста Ильяса, знакомился с его рукописями, со всем тем материалом, который был арестован. И архивисты показали мне записку, вернее, такая расписка. Я, Голубятников такой-то, являясь следователем по делу Ильяса Джонсу Гурова, подверг уничтожению этот архив путем сожжения. Вот такая у него расписка мне показали. И в то же время показали мне, что довольно большой, объемистый архив сохранялся, оказывается, у Голубятникова все эти годы. Все эти годы он хранил у себя. Дело в том, что Голубятников умер, уже будучи глубоким стариком, И жил он одиноко, и соседи, когда обнаружили его уже скончавшимся, увидели, что в комнате, где он жил, там очень много рукописей на арабском шрифте и на латинском шрифте. И они тогда позвонили в центральный архив, приехали архивисты, увезли к себе и разобрали его, и выяснилось, что это архив Ильяса Джонсу Гурова.